МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Сам избил, сам решил вызвать скорую. Выяснение отношений девушка не пережила. На следующий день, испугавшись последствия совершенного, он перетащил потерпевшую в лесопосадку, положил на землю, вызвал бригаду скорой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Спецусловия для 20 человек. Откуда цифры и что собой представляет временное пристанище для нелегалов? Находится душевая кабина, находится санузел. Поэтому условия у них лучше, чем даже в некоторых учреждениях ОМВД. Доверяй, но проверяй, насколько безопасны городские автобусы и почему они порой так неповоротливы. Больше 20 градусов – это уже технически неисправится. Гранцию с наследством вашей. То есть дальше продолжать на нем работу, вы не имеете права. Неделю назад на пульт скорой медицинской помощи поступил звонок от неизвестного мужчины. Приехавшие на место в лесопарк на улице Галенческой медики обнаружили девушку 88-го года рождения. От полученных многочисленных травм она вскоре скончалась. А следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть». По горячим следам задержан и подозреваемый, неоднократно судимый 25-летний знакомый погибшей. Он уже дал признательные показания. С его слов, между ним и погибшей ранее были близкие отношения. Вечером 20 октября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и приревновав свою знакомую к другим мужчинам, с целью выяснения отношений вывез ее на своей машине в лесопосадку. В ходе ссоры он стал сбивать девушку, а когда та потеряла сознание, перенес ее в машину и оставил на ночь. На следующий день, испугавшись последствия совершенного, он перетащил потерпевшую в лесопосадку, положил на землю, вызвал бригаду скорой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Сейчас подозреваемый под стражей, а следователи выясняют подробности. Комендантский час в Рязани действует уже не один год, но, как показывает практика, и эта жесткая мера не гарантирует нахождение детей и подростков, а им являются лица, не достигшие 18 лет, по ночам дома. Интересно, все ли родители знают, как и где отдыхают их чады? В это время года тинейджеров позже 10 вечера на улицах города быть не должно, но на поверку, чем темнее переулок, тем дружнее компания. Нами было задержан 61 подросток, нарушающий общественный порядок. Также было выявлено 6 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Хочется предупредить тех продавцов, которые продают подросткам алкогольную продукцию, что в случае повторного нарушения они будут привлечены уже к уголовной ответственности. В руках энергетики, в зубах сигарета многим подросткам лучше на пути не попадаться. Встречаются, правда, и мирно гуляющие ребята, в любом случае и те, и другие нарушители. Одни порядка и спокойствие, другие правил комендантского часа. Дети, понятно, о последствиях не думают, но куда смотрят родители? Только за неделю в той же Москве задерживают так много нелегальных мигрантов, что их уже сейчас негде содержать. Не спасают даже организованные МЧС палаточные лагеря. На этом фоне все актуальнее становится идея Федеральной миграционной службы создать специальные учреждения, где нелегалы могли бы содержаться до момента депортации. Такие спецприемники уже открыты во многих городах России, их более двух десятков. И немногие знают, что центр временного содержания иностранных граждан почти достроен и в Рязани. Обычный, ничем не примечательный двор, в котором не сразу заметишь колючку вдоль высокого забора. За этой полосу отчуждения те, кому не очень рады в силу нелегального пребывания, но все равно провожают с почестями любой каприз за наши деньги. Там у них кровати находится по 4,5 метра на одного человека. В каждой отдельной комнате, в которой комната у них не камера содержания, не камерном содержании, а комнаты, находится душевая кабина, находится санузел. Поэтому условия у них лучше, чем даже в некоторых учреждениях УМВД. Дело за малым достроить входную группу. Это, кстати, еще зимние фотографии. Жилой корпус рассчитан на 20 человек. И с 1 января следующего года заниматься такими постояльцами будет уже не УВД, а миграционная служба. Как долго задержатся подлежащие депортации и реадмиссии мигранты в таких люксах, зависит от наличия либо отсутствия необходимых документов. Это в среднем от двух дней до двух-трех недель. Смущает, пожалуй, только цифра – 20 мест. На фоне тысяч пойманных она, мягко говоря, вызывает вопросы. Там два здания. Одно здание для содержания непосредственно лиц и одно здание административное. Значит, административное здание оттуда будет выселено и туда будет заселяться. То есть и будет наполнение порядка, я думаю, 50 человек как минимум. Пока ликуют правозащитники, жители ряда российских городов возмущены бездумным расходованием средств в условиях бюджетного дефицита. Если некуда деть, построите детские сады и обеспечьте пенсионеров хотя бы достойной медицинской помощью. В среднем в год только в нашем регионе на регистрационный учет становится около 70 тысяч мигрантов. Более 50% из них – представители Узбекистана, затем идут Таджикистан, Украина, Молдова и другие. Потому, говорят, в управлении миграционной службы приходится вести разъяснительную работу с диаспорами, чтобы сами присматривали за своими, на всякий случай. Высокая раскрываемость преступлений – дело хорошее, если, конечно, не противоречит законодательству. В Рязанской области будут судить двух полицейских за взятку и насилие над задержанными. Инцидент произошел еще в январе в Михайловском районе. Сотрудники правопорядка, так сказать, приняли меры, чтобы установить причастных к краже из дома местной жительницы. Днем 10 января для отдачи объяснений по поводу кражи в отдел полиции ими были вызваны два местных жителя – цыгана, которые заявили о своей непричастности к совершению преступления. В целях получения от братьев признательных показаний оперуполномоченный применил к ним сначала психическое воздействие, а затем и физическое насилие, не причинившее вреда их здоровью. Для своего освобождения цыгане предложили сотрудникам полиции денежные средства. Обвиняемые потребовали передать им взятку в размере 100 тысяч рублей, однако в итоге согласились и на 80 тысяч. Пока один из братьев отправился собирать дань, второй в качестве гарантии находился у оперативников. Его отпустили только после того, как родственники потерпевших принесли 60 тысяч рублей. Не хочется подводить какой-то итог, в любой сфере хватает не очень добросовестных людей, но вот что удивляет. Часто сами потерпевшие уверяют следователей, не дойди до серьезных последствий, они бы никому ничего не рассказали. Доверяй, но проверяй. Городские автобусы проверили на безопасность. 34 ДТП за 9 месяцев. Почему у пассажиров должны возникать сомнения в том, что они без приключений, тем более травмоопасных, доедут до точки назначения? По идее, каждый водитель, даже не разбираясь в цифрах, прекрасно знает, соответствует ли его люк рулевого управления ГОСТу. Водитель прекрасно знает, потому что он управляет транспортным средством. И как у него работает рулевое управление, он прекрасно знает. Другой вопрос, что те должностные лица, которые обязаны следить, в том числе и водитель. Он же отвечает за пассажиров. Выявил данную неисправность, то есть рулевое управление не соответствует. Он должен, естественно, доложить должностному лицу. После этого должен привести в соответствие, то есть исправить все. И после этого выезжать на линию. Но так как у нас определенный процент водителей, должностных лиц только смотрят на... Прибыль. Да, на прибыль. Поэтому, ну, вроде едет и едет, и ладно, и выезжает после этого. Утрировать не будем. Большинство водителей и руководителей АТП все-таки озабочены безопасностью пассажиров. Когда мы начали работать, проводить рейды, это порядка где-то месяц назад, ну, автобусов было намного больше неисправности. Сейчас в данный момент все-таки перевозчики более ответственно относятся, подходят к этому вопросу и все-таки устраняют неисправность. Так уже становится все меньше и меньше неисправных автобусов. Цена такого грубого нарушения 500 рублей для водителя и тысячи для его начальника. А в салоне люди, которые могут пострадать, не считая пешеходов и других участников дорожного движения. 35, больше 20. Согласен? 10, 15. 10, 15, если показалось. Больше 20 градусов, это уже технически неисправит транспортно-средство ваше. То есть, дальше продолжать на нем работу, вы не имеете права. Мы сейчас снимаем у вас государственные инвестиционные номера, пишем протокол о запрещении и постановлении штрафа. Но автобус данный больше никуда не идет. Учитывая наш плотный транспортный поток в городе, если водителю автобуса с неисправным рулевым придется сделать какой-то резкий маневр, там у тебя столкновение, он это физически сделать не сможет. Потому что несколько оборотов руля, а колеса у него будут стоять прямо. Водитель Шерзот не скрывает, участникам подобной проверки становится впервые. На ковер вызовут и механика, который выпустил транспорт на линию. Один рейс. Один рейс? А сложности были какие-то с тем, чтобы автобус повернул? Нет, очень хорошо. Вы чувствуете? Нет. Первый раз такая проверка? Проверю. Расстроились? Нет, конечно. Пассажиры никогда не жалуются, что линию повернул, еще чего-нибудь. Все спасибо, говори. Хорошо ездите. А между тем нарушение считается грубым, и не стоит обижаться на жесткие меры, и уж тем более брать ответственность за чужие жизни. Дорога не место для риска. Истории людей, попавших под влияние секты, в частности их лидеров, схожи как две капли воды. Безысходность, проблемы в семье, неуверенность и еще, что немаловажно, при вербовке новых адептов религиозное невежество. За возможности узнать о Боге и тем более стать ближе к Нему часто кроются далеко не духовные, а скорее материальные мотивы. Вот что вспоминают участники групп неопятидесятнической направленности. Появилась боль за ближних, под видом которой я осуждала их за каждое сказанное слово. Я замечала, как люди неправильно живут, что их водит бесовская воля. Мне казалось, я начала видеть духовность мира, духовную войну. Это когда на меня святую ближние ополчились. Их конек – псевдопомощь в самый нужный для вас момент. Причем они категорически против, чтобы их причисляли к сектам. И тем не менее скрывают свою конфессиональную принадлежность. По оценкам специалистов, в настоящее время в России около 200 тысяч адептов и этой организации. Нево-пятидесятники – это целые движения, движения сектантские, состоящие из многих-многих похожих сект, секточек. И это движение, которое ориентирует свой паразелитизм, свою деятельность именно на молодежь. Их, с позволения сказать, богослужения часто выглядят как эпилептический припадок, к тому же вызывающий зависимость. Воздействие на психику таково, что некоторые бывшие адепты оказываются в специализированных лечебницах. Ничего общего с церковью прославления в состоянии транса, экзотированные позы и шепот не имеют. Они представляются, как правило, или христианами, или протестантами просто. Но к протестантизму они отношения не имеют, к традиционному протестантизму. И этим они нарушают федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях. Обратите особое внимание, в Рязани несколько подобных групп искусно вуалирующих поборы и культовые мероприятия за благими намерениями. Бездонной ловушкой для незащищенной категории граждан являются реабилитационные центры для алко- и наркозависимых лиц. С их помощью и происходит популяризация различных религиозных доктрин. Наверняка и вам встречались расклеенные по всему городу объявления – бессрочно, качественно, анонимно, наркомания, выход есть и тому подобное. Такие филиалы открываются в городах, как грибы после дождя. А ведь если просто задуматься, коль все для всех бесплатно, откуда тогда средства на аренду коттеджей для таких пациентов, на их пропитание и содержание? Я уже после недавних наших мероприятий, посвященных этой проблеме, получил уже письма от представителей НЭО-пятидесятников о том, что если мы будем открыто называть их сектой, то это повлечет за собой судебные иски. И хотя мы выражаем свое мнение, так же, как любой гражданин Российской Федерации имеет на это право. По словам представителей православной церкви, каждый адепт безоговорочно уверен, что его таким образом притесняют. И совершенно искренне верят в свою правоту и стараются ее до последнего отстаивать. Но тогда неплохо было бы знать, что сам термин «секта» никакого отношения к ругательству не имеет. Это, говоря простым языком, организация со своим мировоззрением. Другой вопрос, до чего это самое мировоззрение может довести. Как говорил французский писатель и философ Вовинарк, как мало вещей, о которых мы судим здраво. На сегодня все. Берегите себя и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин